В соборе Московского Кремля сегодня в рамках пасхального фестиваля прозвучало всеночное бдение Рахманинова. Выступали хор Академии Хорового Искусства имени Попова и Дмитрий Корчак, признанный во всем мире тенор, желанный гость самых престижных концертных площадок и музыкальных фестивалей. Однако на этот раз он не солировал, а занял место за дирижерским пультом. Горяч и экспрессивен даже на репетиции. Оперный певец и дирижер Дмитрий Корчак, как никто, чувствует и знает каждую ноту. Выучил всеночное бдение Рахманинова еще в студенчестве. Конечно, ему привычнее теноровое соло. Сколько раз пел с хором Академии Хорового Искусства имени Попова, уже и не вспомнит. Теперь для них он дирижер. Тенора, где я тоже? Раз, два, три, два, три. Здесь мне хотелось, знаете, и самому выступить, и ребятам, в том числе, объяснить, как я вижу это произведение. Показать им какое-то такое именно песенное начало, чтобы у них что-то внутри родилось новое, чего они, может быть, не видят и не знают. В Академии Хорового Искусства Дмитрий Корчак учился сразу на двух факультетах – дирижерском и вокальном. Покорил лучшие сцены мира, как оперный певец. Выступал с Рикардо Мути, Зубиным Метой, Юрием Тимиркановым. В 2004-м Корчак уже дирижировал всеночным бдением Рахманинова вместе с Виктором Поповым. Выступал и как солист, и как дирижер. На этот раз солирует Алексей Татаринцев. Это музыка акапелла, и здесь, конечно же, очень важен строй, важен ансамбль хоровой. И хоровые, потому что голоса все разные, здесь нужно именно слушать друг друга и держать тон. Партитура, по которой дирижирует Дмитрий Корчак, с пометками его педагога, знаменитого хорового дирижера Виктора Попова, который, советуя Корчаку сосредоточиться на карьере оперного исполнителя, просил не забывать и про вторую специальность. Лидия Алешина, Владимир Степанов, Новости культуры. Неповторимый почерк эпохи. Такое название получила новая выставка в музее-заповеднике. Продолжение следует... Продолжение следует...